всем привет дорогие друзья как же я люблю праздники и выходные когда ты встаешь узнаете особенно праздники почему потому что готовить уже сегодня ничего не надо что вчера было все приготовлено сегодня есть разные вкусняшки которые ты вот можешь с утра просто с чистой совестью которыми побаловать вот это прям совсем кайф и у тебя целый день свободен и ты предоставлен сам себе можешь делать все что угодно так я иду на кухню что покажу я не снимала влог на 8 марта но вот ну просто отдохнуть хотелось вот честно хотелось с вами пообщаться в эфире я не мне не тянет ноутбук сейчас вот скорее всего скоро будет новый тогда будет как-то что-то получаться а сейчас вот он старый и он уже просто даже вот трансляцию не тянет из-за интернета хотелось многим поделиться просто вот с вами пообщаться в чате но ведь как получается я даже удаляю потому что там картинка вот кто был в чате я я потом посмотрела стоит зависает звук идет на общем чертича чертичу и сбоку бантик так у меня здесь цветочки все-таки да как радуется глаз вот казалось бы это всего лишь цветочки но классно мне вчера подарили папа подарил кстати вот такие классные вкусные конфетки я не съела ни одной догадайтесь кто все съел вот это вот я вчера половину осилил это орешки кедровые мои любимые папа подарил в общем для меня вот это вот был праздник что с я вчера наворачивала с мартини ну мартини все теперь юра потом подарок от юра в трюфеле с ромом так ну а чай я сейчас буду пить с икрой с икрой лососёвый зернистый вчера очень мило сходили к родителям поздравили маму не то что вот мы там собирались она там устраивала стол а просто я принесла тортик и мы посидели мило так вот обо всем поговорили четыре часа знаете вот это папа какие маме розы шикарные подарил вот это муж я понимаю сейчас будем пить чай с тортиком вот кто спрашивал как будем отмечать вот как самое дорогое когда ты можешь с человеком поговорить по душам не скрывая ничего вот можешь рассказать все свои чувства все свои эмоции все что тебя переполняет и не увилилась как-то до чего-то а вот это замечательно это классно когда у тебя рядом есть родные близкие люди которые тебя всегда во всем поддерживают поддержит и понимает вот этот я считаю что это прям подарок самый самый главный подарок какой только может сделать тебе жизнь вот как-то так выглядит идеально утро когда тебе спешить не надо сейчас находишь какой-нибудь интересный видосик и кайфуешь девочки не решила навести порядок в шкафу и вана ну думаю надо перебрать вещи которые ему уже маленькие он их носить не будет смотрите сколько я ему вот этого всего покупал и у меня вот сейчас сердце кровью обливается вот я понимаю что сколько вот покупается ненужных вещей вот это вот все брюки которые ему уже малы и причем здесь есть кофты какие-то но эти ладно эти он еще носил которые он вообще практически не носил вот это вот допустим я там покупала эска хорошая он ее даже не успел собственно говоря надеть вот это я и мою из пола покупала тоже на ее но она новая новая все она ему уже маленько то есть но сейчас куда-то мы это отдадим все это дело в общем вот сейчас есть какой-то сервис вот андрей туда вещи относят куда можно вот это вот все сдать вот такие вот смотрите джинсы тоже он их раза два на надевал турецкие как быстро дети растут я не представляю вот это помните национал географик костюм брала тоже раза два всего лишь надел и все и и дальше началась школа в школу его не надо и все у него осталось вот этот вот покупала мне так нравился этот светорочек тоже ни разу не надел в общем и в целом вот такая вот громада вещей которые просто маленькие а а если сейчас начну свой шкаф перебирать я даже боюсь показать его вышла сегодня на улицу хоть посмотрите какое у нас солнышко но правда мороз весны знаете как ты еще не особенно ощущается даже он особенно ничего не тает бедные дворники следить и такое количество снега убирать это такая тяжелая и порой неблагодарная то есть многие даже не понимают что они делают морозить я вот так вот в пальто в своем ветер какой хорошо что поехали хорошо ехать когда на улице тепло уже ветра нет это получаешь приятные эмоции но завтра может быть мне советовали я же вот этот вот кулон потеряла я вам рассказывала с матронушкой и ну хотелось бы наверное купить подобный но купить в намоленном тоже месте соответственно нужно ехать к самой матронушке но мне сказали что где-то на дмитровском шоссе я поищу меньше людей на таганской обычно ну отовсюду все едут там больше очень-очень стоять долго но как бы приехать купить медальон уйти и не попасть уже к мощам это было бы наверное неправильно в общем если завтра будут силы а силы вот это вот поглощение еды на празднике вроде бы и не хочешь но когда столько много разных этих вкусняшек не можешь остановиться а потом на следующий день с тобой вот знаете как я всегда вспоминаю незнайка в солнечном городе как с ним разговаривала совесть и со мной тоже точно так же вот внутри живет какой-то голос виде совести как синий стыдно зачем ты там это ела ты же решила вот но я решила сейчас опять как по весне в том году по весне в этом году по весне у меня как всегда бывает в зиг что нужно скинуть эти 10 килограмм обычно набранные за зиму вот и общем сегодня вот так вот все утро со своей совестью разговаривала потом закончилась в итоге тем что опять напекла каких-то вкусняшек и ушла на улицу отрабатывать эти вкусняшки сейчас все оксана встречу а вообще нужно так вот это ведь вот так вот проходит 9 марта так в общем встретились с ксюшей по и посередине пока те ждала купил вот ратурин и билет о завтра розыгрыш сказал обязательно выиграл я вас не выиграл с меня макарыч но как у не 150 рублей хотя бы миллион неплохо было бы так а у нас здесь все готовятся уже к масленице вон там мой любимый мультик двое из горца одинаково с лица у меня всегда вот эта сцена знать а вы что и есть за меня будете то есть вроде как желание исполняется но по особенному так же и мы с вами когда чего-то желаем то знаете нужно быть очень аккуратными в своих желаниях потому что иногда бывает что исполняются они особенным способом вот эти вот фигурки у нас везде поставили вот здесь теперь вместо гирлянд развиваются к масленице разные лепесточки ну и площадку должны открыть я не знала в этом году когда масленица сейчас зайдем посмотрим там тоже уже все приготовили но пока что еще не запущено хотя и музыка сейчас тоже играла с какого числа кто знает мы что сейчас объявление своим посмотрим вот они вот эти вот все фестивальные площадки видите уже но настроение пока что честно не масленичная но красиво уже елочки раньше стояли наряженные игрушками сейчас уже он к маслениц солнышке повесили может там объявление никакого нет она заходить в интернет как всегда открывать все посередине стоят фигуры у нас сегодня тщательно убирают снег снега много намело сегодня много техники понавили а с 11 фестиваль с 11 числа 11 числа откроют значит все это действует концерт видите аппаратуру устанавливают кстати иногда к нам приезжают какие-нибудь артисты такие не особо известны потому что площадка здесь небольшая но бывает что попадаешь под какой-нибудь такой концертик пришла домой мне все не знаете такой день уборки если не сняла все постельное все по перестирала заказала потом вам покажу этот плед очень красиво хочу постель по-другому застилать но в синим таком цвете по поводу пальто хочу сказать вот я его постирала говорила что она села нет она не села нормально постиралась но вот это вот я так подозреваю брак производителя которые не заметила то есть это не косметика ничего то есть я уже с кислородным отбеливателем пробовала который очень хорошо вообще все очищает здесь видимо это какая-то внутренняя проблема но из-за воротника что-то делать с пальто как бы я его шарфиком закрываю шарф кстати вот этот просто обожаю так включить свет вот этот шарф купила в санкт-петербурге мне так нравится что у него роспись вот санкт-петербург и качество очень хорошо хорошее но и относительно как бы сколько там тысячи по моему стоило или полторы недорого для такого качества наш качество здесь просто обалденно и вот это вот сейчас в этот раз помните вам показывала в магазине когда на буржу халифа мы шли вот этот я в стамбуле покупала и там подобные блин стоили я не знаю конечно какой здесь состав но мне кажется что это тоже не синтетика качество хорошее и смотрится хорошо мне видите здесь коллекционирую шарфики и вот этот кстати тоже я недавно где-то где же я его недавно ну-ка может быть мне кто-то напомнит здесь материал очень классно я думала что это ручная вышивка прям вот совсем недавно в какой-то я где же я его видела но в общем смысл в чем подождите то ли в сочи это были в черногории вот этот шарф я покупала в черногории и мне говорили что это по типу как кручная вышивка в общем ну там такой дорогой шар все и тут мы с мамой идем по-моему в сочи на рынке что ли и там точно такие же ничем не отличающиеся шарфы то есть вот когда мне многие пишут что там купите какую-то качественную вещь там или там я делаю вывод что сейчас во всем мире процветает вся китайская продукция но вот есть еще турецкая даже в турции очень часто на рынках я прям недавно для себя обнаружила и ну было просто мягко скажем так поражена вот все абсолютно все товары которые мы в турции ходим с вами наблюдаем на рынке где этом покупала разные футболки типа на на и кадидас и все остальное что якобы там это турецкая да то что ну может быть она там и турецкая не за но у меня закралась какое-то огромное сомнение в этом факте что она турецкая что когда у нас недавно один знакомый открыл магазин ассортимент один в один вот эти костюмы все эти футболки постельные вот эти туфли вот эти кроссовки там но за бесценок они у него в магазине я вам показываю еще дешевле стоят чем на этом рынке на рынке ты там торгуешься они тебе отдают но грубо говоря там кроссовки за 1000 рублей за полторы тысячи а здесь уже фиксированная цена то здесь ты не торгуешься там стоит они тысячи рублей и мы у него спрашиваем ты где это все берешь много это в китае ну то есть знаете вот эти вот все магазины по типу стоковых магазинов там запах конечно такой там сумки вот это все по супер низким ценам там джинсы хотите кстати обзор на такой магазин могу вам сделать такой обзор но они в принципе наверное сейчас есть везде якобы там вот этот ну вот эти вот все бренды adidas и там рибок все остальное то есть как бы выглядит все довольно таки похоже но это все дешевая китайская продукция и вот где бы мы не были что в дубае мы были это все китайское это качество но есть какие-то там понятно что если это уж бренд то бренд но там извините меня и стоимость совсем другая за вещи так чем хочу сегодня с вами еще поделиться перед моим отъездом в дубай но еще кстати это до 23 февраля было мне написала вот девушка евгения в телеграм что лена смотрим ваш канал интересные спасибо за контент мама побывала в сочи что мне очень приятно благодаря нам и у нее свой магазинчик на валберсе хотела бы сделать нам подарок с ванюшкой на 23 февраля 8 марта в общем посылка уже давным-давно пришла 21 числа мне отправили трек я думала что я ее успею забрать до ваню что ты делаешь подожди но нашего отъезда но не успела в общем и забрала ее ровне ханька вчера 8 марта но еще даже не распечатала не поверите не было времени вот сейчас с вами вместе распечатаем так ну во первых евгений конечно спасибо большое обычно как бы не это редко кто так делает ну давайте посмотрим что же нам здесь прислали ух ты любит его не у меня сразу отобрал это на 8 марта маме не ты чё дай сюда любим любимая дедушкина шоколадка вдохновение и что это такое сейчас мы с вами посмотрим вот эти вот уже товары я так понимаю что наверное свалбереса да с артикулами ну давайте как посмотрим ну ваню ты открой пожалуйста что что это такое то что это такое мне очень нравится очередная косметичка или просто обожаю такой ух ты вот это нам на счастье называется разных цветов главное с любовью слитки на лето очень яркие очень красивые есть вот такие смотрите оранжевые розовые зеленые ванте какие больше нравится это это все мне это все мне ну вот они представлены все на ваутберес можете их там посмотреть очень хорошо упаковано кстати все это я знаю сколько стоит эта упаковочка чтобы на ваутбересе все упаковать вот так вот отправить распечатать не слушай вот это надо было на 23 февраля получать состав это носки артикул на ваутбересе дженни шоп и это мужские носки зимний вариант но кстати не обязательно и очень хороший здесь состав кушимир шерсть полиамид эластан оскор все это можете заказать по артикулам если кому-то нужны такие носочки ну открывай 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 я люблю всегда знаете когда ты не знаешь что у тебя там на а вот это тебе классно будет на физкультуру но это вот как раз таки такие маленькие носочки а это мне это маленькие носочки когда вот сейчас лето приближается весна и уже тебе не хочется чтобы у тебя носки выглядывали откуда-нибудь вот такие вот артикулы дженни шоу а евгения ну правильно дженни шоп слушай ну классно все спасибо большое а это такая красота еще и еще и еще и другая расцветка есть вот эти вот вообще невесомые слушай ну мне теперь вообще отпала необходимость покупать слитки надолго-надолго это какие-нибудь теперь нужно купить розовые кроссовки чтобы носить это серы под серые кроссовки прикольно на запоминайте берите себе на заметку артикулы может быть кто-то себе закажет а это что в такой красивой упаковке ну-ка открывай справишься ух ты мне так нравится когда вы знаете я вот есть как это асмр да называется когда вы ну асмр она называется когда вот распаковку делают и знаете там шуршат бумажкой вот так вот открывают ну так вот красиво такие бантики да 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 вот так вот постучая постучать нужно по всему этому делу асмр здесь но вот это вот вообще чудо-подарок я считаю вот на любой праздник нужная вещь она нужна абсолютно каждому от вами нужно постоянно на физкультуру носочки белые обязательно и здесь считаете целый комплект и самое главное но на всю семью я правда не посмотрела какой здесь универсальный размер или нет пахнут чем пахнут правда пахнут мыло кстати пахнут этим антибактериальным забирает сразу коробку он у меня там я сейчас покажу что он там наваял из этих коробок нет а пакет мне оставь пожалуйста пакет оставь пожалуйста мне мне теперь в этом пакете будут храниться вот эти вот все носочки в общем и в целом получилась такая как бы реклама но это мне прислали реально на подарок на издей кстати с хорошим днем здесь везде такие одинаковые эти наклейки или нет вот это прям вообще слушайте супер супер носки это всегда тави это та вещь которая ну просто необходимо каждому и ты их постоянно же меняешь постоянно меняешь у меня теперь можно сказать годовой запас хватит на год еще поделюсь с мамой с оксаной вани теперь вообще проблема отпала теплые носочки по дому ходить и вот эти вот упаковочки мне очень нравится что упаковано все очень качественно к вам придет от этого очень многое зависит ну а за вкусняшку евгений отдельное спасибо потому что есть у меня здесь один товарищ которому уже вкусняшки не покупаем из-за того что мы их не покупаем для него они уже на вес золота можно сказать а не зачем ты так ты можешь асмр сделать распаковку красиво да красиво все посмотрел забыл что что подарили ну а евгений еще раз спасибо мне было очень приятно но самое главное еще раз говорю все нужно и все необходимое и будем носить с удовольствием в общем вот таким вот образом девочки у меня сегодня прошел 9 марта сегодня получила внезапный подарок мне это настолько понравилось люблю я эти подарочки ну если честно конечно мне немножко неудобно с одной стороны а с другой стороны но как бы если человек от всего сердца и и по доброте душевные то почему нет сейчас у меня еще предстоит домашняя работа в работа в виде глажки которая мне кажется никогда не заканчивается и что я хочу сказать ваня смотрите со мной поделился шоколадка выделил одну из пачки я вчера проводила эфир как я уже сказал он сорвался из-за того что ну не ну будет скоро новый ноутбук ноутбук пока что этот ноутбук не тянет прямые эфиры поэтому скоро будем с вами общаться почаще но в связи с тем что вчера не все участвовали в эфире еще раз хочу поздравить всех хоть уже из прошедшим но в любом случае праздничные дни все еще продолжаются с праздником любви весны нежности потому что мы привыкли большинство женщин не все такие но большинство тянет все на себе хозяйство детей там и работа тоже в том числе все на свете и забываешь про себя любимую про свои какие-то мелкие радости вот это вот знаете 8 марта тот день когда вот каждый просто необходимо почувствовать себя женщиной нежной женщиной понимаете которой нужна любовь ласка и забота и я всем от души советую чтобы у вас вам дарили ваши близкие эту любовь и я тоже хочу все то что все в этой жизни делается мне кажется ради любви в поиске любви в поиске настоящей все всем добра удачи позитива как всегда увидимся с вами вновь но надеюсь что завтра будут силы на москву мы куда-нибудь с вами съездим но в частности я хочу съездить к матронушке посмотрим пока пока